и сегодня хочу с вами поговорить о том как убить свой убить в кавычках свой youtube канал как сделать так что там было мало посетителей было мало подписчиков ну и тогда три дня назад я уже поставил камамбер поэтому к сожалению меня не был микрофон и поэтому так получилось лишь греб я потерял микрофон поэтому я же вам обещал про камамбер снять такой же указы но по отцу там конечно все клёво там все хорошо если кому-то интересно обращайтесь мои телефоны знаете они есть в описании лучше всего на ватсап пишите там переговорим здравствуйте вы на канале ярослава ралова сегодня я хочу вам рассказать кратенько почему я тут ну то есть не только даже пропал в принципе то вы и обычно не замечать что я пропадаю тут на один пропуск сюжета но тем не менее да я пропал потому что так получилось вот этот микрофон вот этот вот я потерял я в субботу должен был отснять материал то есть у меня же обычно как то есть я вам сейчас готовлю материалы у меня два канала то есть этот канал ярослав ралов лайф и второй канал это канал russian dog по питомнику собак канал ну питомник собака russian dog вот так правильно это будет вот то есть его в принципе можно найти питомник собак russian dog или просто russian dog он находится и не только в ютубе он находится в интернете везде то есть russian dog есть и я делаю как то есть я делаю вот у меня получается три сюжета в неделю один сюжет на канал russian dog иногда два но обычно один сюжет получается так получается хочу перейти там тоже на два сюжета то есть я хочу делать вторник среда это два сюжета на один другой канал и пятница суббота на два других вот то есть на месте вот чтобы по два сюжета на каждом канале выходила что было вам интересно чтоб я себя так держал в тонусе что вот не расслабляться что надо снимать чем желательно бы заранее я субботу бросился в пятницу бросился снимать побежал все поставил штатив все а микрофона нет у меня себя в кармане лежит а микрофона нет пережил весь дом все период нет микрофона и все заказывать его где-то на алиэкспрессе там это все долго вот он придет долго плюс заказать это быстро покупать честно говоря денег нет и поэтому вот то то так получилось что полнедели я пропустил сегодня среда ролик выйдет наверное завтра или сегодня не знаешь пока а вот но я хотел вам сегодня рассказать в про немножко другое то что раз уж про микрофон вам поделился фактически новости пошли до тоже лайв канал и я хотел вам рассказать тему раскрыть как погубить свой youtube канал и сделать его непосещаемым и с малым количеством подписчиков сподвигло меня на это плюс ко всему буквально на днях пришло к пришел комментарий от подписчицы вот которая пишет что как вы же странно что у вас принципе неплохой канал но очень плохо собирает подписчиков так далее так далее я как smm щек но кто знает то не знает это я же занимался когда-то и занимаюсь принципе это соцсетями не только как блогер не столько как блогер сколько продвижением соцсетях надо сейчас все еще и сейчас в основном только своих каналов коммуникации но тем не менее я знаю что это такое и именно с этим каналом я совершил максимальное количество ошибок сколько мог совершить собственно со вторым канал то же самое этот канал был создан очень давно чуть ли не 10 лет назад я не помню точно кажется чуть не в одиннадцатом году я его просто зарегистрировал потом плюнул бросил потом какие-то один-два по 30 секундах там ролик опубликовал с выставки собак и опять на несколько лет бросил потом когда решил заниматься ютубом я опять на него не шум другу зарегистрировать новый канал и там работать нет я на этом канале все начал делать вот и так плюс не неравномерные выхода роликов то есть могу выпустить там три раза в неделю месяца два выпускать потом раз на два три месяца пропасть естественно поисковая система google но и youtube он гугловский они мне воспринимают такое такое поведение как нормальная они просто ну банить не банят но меня не видят ни в рекомендациях нигде это очень грустно и поэтому собственно говоря у меня достаточно мало подписчиков и достаточно мало просмотров я пытаюсь что-то с этим сделать если у меня получится то вот сейчас я кажется набираю темп чтобы делать вам два ролика в неделю если все будет хорошо то тогда я надеюсь что количество подписчиков будет расти и тогда ну и самый большой большая моя глобальнейшая ошибка была я почему-то понял уже постовки это сделал я помните наверное да то есть кто следит за каналом те знают что у меня буквально на не так давно неделю или две назад три недели я переименовал канал он был лпх фроловых я переименовал ярослав фролов лайф и там есть когда делаешь канал там есть краткая удобоваримая этот путь ну грубая то ввв youtube точка ком слэш c слэш как касается и вот дальше у меня стояла лпх фроловых по-русски за главными буквами а я взял и переписал это все на ярослав фролов по-английски ярослав фролов кажется по-английски теперь стоит этот путь он изменился google пока это все сейчас переварит поэтому у меня количество подписчик у меня просто естественных подписчиков порядка 300 в месяц было а сейчас вообще ну то есть естественно кто кто смотрит эти видео подписывайся а сейчас получается так что новых подписчиков ну то чем я были из рекомендации вылетел а новых подписчиков у меня почти почти нет есть да есть в день там наверное два три четыре пять спасибо вам огромное кто подписывается плюсы поменялся формат что все ожидают и ожидали что на этом канале будет что-то такое суперско интересное ну там типа вот как я делал про поилки там то еще 5 я буду это делать будет на канале это все будет но весь канал будет посвящен не только сельском хозяйстве теперь почему он был переименован с лпх фроловых он будет посвящен мне он быть посвящен тому с чем чем я занимаюсь а я занимаюсь не только сельским хозяйством я занимаюсь собаками собственно я больше занимаюсь собаками чем сельским хозяйством я занимаюсь вебом то есть сайтостроение но занимался сейчас честно говоря уже не занимаюсь но сейчас буду делать собственно сайт например лпх фроловых я буду сейчас реанимировать. Это домен lphf.ru Я его сейчас буду полностью переделывать. Он уже почти там какая-то рыба есть. Переделывать, переносить на другую платформу. И он заработает нормально. Сейчас он там какой-то какополнеет. Я его начал делать, переделал, переделал. Может, пока не заходить. Если вы этот ролик смотрите не летом 2021 года, а уже в сентябре и так далее, тогда заходите, там будет классный сайт. Надеюсь, у меня получится. Плюс я вам хотел бы рассказывать про то, что происходит в моей жизни. Например, вчера у меня было событие, которое настолько грандиозно, что я о нем смогу рассказать. И вам расскажу только через пару недель. Как раз я сейчас готовлюсь. Готовлю серию роликов про то, что у меня вчера случилось событие. Грубо говоря, мне прислали сообщение. Ярослав, ты свободен. Не, 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 я не развелся. Все нормально, что там ходит, все хорошо. Но там есть нюансы. Вот. Друзья мои, поэтому меня не теряйте. Меня не теряйте. Я предлагаю... То есть, последний ролик... Края не буду называть. Последний ролик, который был до этого, он был про мыло. Про то, как я делаю мыло ручной работы. Сейчас я вам покажу... Тут или тут... Не, я не помню. Вот тут. О, тут нормальное место, свободное. Я сейчас вам тут покажу, кто победитель. Его уже выбрали. Выбирала в тот момент, когда надо выбирать. Выбирала не моя супруга, как я обещал, а выбирала дочка. София. Поэтому... Каменьки претензий. Выбирал не я. Вот. Про мыло мы с вами обязательно еще поговорим. Потому что тема очень интересная, очень классная. Она мне нравится. Вообще про косметику. И если у вас есть опыт с натуральной косметикой, только не надо писать для тем, кто пишет, кто работает с косметикой, якобы ручной работы. То есть, добавляя... То есть, берут, например, основу и к ней уже там всякую хрень добавлять. Нет, мне это неинтересно. Вообще я с этим работать не хочу. Это неинтересно. Интересно поработать с настоящим мылом, с настоящей косметикой, которая действительно настоящая. Где нет основы. Где основа – это жир. Ну, или масло. Вот. То есть, жир, понимаете? Вот это интересно. А там, где вот уже есть готовая основа, химическая, там реальная химия. Где-то с Солеси. Вот это все. Ну, ну... Мне жалко свое здоровье, здоровье своих родственников. Поэтому, если вы занимаетесь натуральной косметикой, я буду рад услышать ваши комментарии. Я буду рад, если вы поделитесь со мной какими-то секретами. Собственно говоря, главное, какой секрет меня интересует, как сделать так, чтобы оно не пахло. Мыло. Вообще, потому что для меня это большая проблема. Я пробовал много чего, но об этом мы, собственно, поговорим буквально в следующем. Ну, не в следующем, но где-то, я думаю, через месяц мы об этом поговорим. Потому что три дня назад я уже поставил камамбер, поэтому, к сожалению, у меня не было микрофона. Поэтому, ну, так получилось. Я же говорю, я потерял микрофон, поэтому я же вам обещал про камамбер снять такой же сюжет. Поэтому про камамбер я вам теперь сниму через две с половиной, три недели будет ролик. Когда следующая партия пойдет, камамбера, тогда я обязательно сниму, так же, как промыл и снял. Вот. Буквально в эти выходные выйдет ролик по новостям. У нас много новостей. Именно в личном подсобном хозяйстве очень много новостей. Там у меня к тому времени уже там те отеляции, эти отеляции и так далее. Вот. А тут и на всякий случай объявление, раз уж мы разговаривали о сельском хозяйстве, объявление. Друзья мои, у меня есть козлик, который мне, честно говоря, немножко не нужен. Он немножко лишний у меня в стадии. Он маленький козлик. Ему будет 10-го числа месяц. 10-го или 12-го. Вот. Ему будет месяц. Он выпаивается молоком. Все нормально. Мало того, они у меня даже под козой. Единственное, что я не успел его обезрожить. Потому что к тому моменту, когда я тут немножко что-то так опомнился, что надо пойти обезроживать, козочка. Они вдвоем родились, козочка и козел. Козочку я, естественно, себе оставляю. Вот. А козла, то есть я козочку-то смог обезрожить. Там рожки были маленькие-маленькие. Вот. А у козла уже такие большие, выросли достаточно где-то около полсантиметра. Сантиметра уже... Ну, прижигать их было уже поздно. Поэтому есть козлик с рожками. Отец у него шикарнейший. Отец у него... Ну, как шикарнейший? По крайней мере, этот отец, это производитель моего стада. Я его привез год назад из фермы Надежды Бодровской. Это Бодровский козел. Козочка, ну, коза обычно там 3-3,5 литровка. Вот так вот. То есть она, коза ничего такого суперудающего. Ну, правда, как? Она там хороший, стабильный удой у козы. Но по отцу там, конечно, все клево. Там все хорошо. Если кому-то интересно, обращайтесь. Мои телефоны знаете, они есть в описании. Лучше всего на WhatsApp. Пишите, там переговорим. Вот. Все, друзья мои. Рад, что вы со мной. Надеюсь, что вы не отпишетесь. Потому что так получилось, как только я переименовал канал, как начал больше говорить про жизнь какую-то, а не про какие-то эксперименты, не чему-то учить вас, а просто рассказывать, как вот я живу, как что у нас происходит, хорошего, интересного. Так, видать, что-то кому-то это не понравилось, и начали отписываться. Причем, этих антилайков, как они, как они называются, их почти нет, да практически нет. А вот отписываются, отписываются, один-два человека с ролика к чему-то уходят. Что-то мне нравится. Ну, правда, подписываются, человек пять. семь. Вот. Все, до свидания, удачи, рад, что вы здесь, микрофон нашелся, обязательно буду снимать. Пока-пока. А, это тоже лайф, это жена. Я там не вижу ее, вы ее видите, вот она. На солушке-то, а я себе солушку сидел. А вот записывался. А вот записывался. А вот записывался.